Сегодня мы находимся на открытии молодежного центра Ковер в Нижнекамске. Это старый бывший дискоцентр. Давайте посмотрим, что там творится и как он изменился вообще. Меня зовут Джин, это Альтер. Я там работал на телевидении, ты скажешь. Ну, как бы я работал на заводе, но занимаешься... Занимаешься болтать. Короче, Джин будет в основном болтать. Что вообще сегодня здесь происходит? Что за центр такой молодежный? Привет, меня зовут Данилов Александр. Я являюсь начальником, новым начальником управления по делам молодежи спорта. И сегодня у нас, наконец-то, Нижнекамск получил Центр молодежных инициатив Ковер. Этот центр, он создан для активной и творческой молодежи, которая готова проявляться, реализовывать свои проекты, учиться чему-то новому, развиваться. И главное, что развивать город, потому что мы нуждаемся в молодежной активности. Как вы знаете, что у нас очень мало было в последнее время. Но сейчас у нас ее много, и мы готовы ее все аккумулировать в молодежном центре. Поэтому проекты, обучение, тусовки, вот как сегодня жарят лето, зря вас сегодня не было. Мы вас ждем в следующие разы и будем с вами работать. Итак, давайте... Давайте посмотрим на ту сторону. Там есть два парня, один высокий, другой нет. Давайте посумеем, что ли, немножко. Всем привет. Кто-нибудь видел такой огромный планшет хоть раз? Очень крутая штука, друзья. Это... Я, честное слово... Ну, круптяк. Я первый раз просто вижу, я даже боюсь, если честно, трогать все это дело. Все, я пришел к Альтеру, говорю, типа, давай попробуем снять вот эти разговоры с нижнеканцами. Сделаем из них, ну, как бы... Я видел свое видение больше добавить юмора. Альберт согласился, мы начали снимать, поняли, что получилось прикольно, весело. Самое главное, мы увидели, что люди это смотрят, увидели, что много просмотров, комментарии. И мы решили, блин, надо продолжать. Да? А, я вспомнил тебя. Канал называется Чигиряут, там пока три проекта, караоке, такси, разговоры и вот новый проект Суэфа, где мы примеряем из себя различные профессии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я так давно хотел сказать эту фразу, раз пока мало. Я так давно хотел сказать эту фразу на большую публику. Мы, в общем, долго думали, как назвать свой канал. Было кучу разных названий и есть такой, есть такие блогеры, как бы, у них канал Клифлак. Да, конечно. Вот. Мы подумали, что надо что-то такое, как бы, английское слово, но по-русски. И Чигиряут, это, ну, в переводе с английского это называется, в переводе с как «заценить». И мы решили, чтобы люди заоценивали наше видео, наше творчество, и вот по этому Чигиряуту. Сейчас самое ближайшее интересное выступление будет у нас, получается, в субботу. Мы встречаемся с фитнес-тренером, который будет рассказывать фитнес за 10 минут. Как себя держать в форме, как кушать. Потом руководитель атмосферы Тимур Рага, он сказал, он предложил нам стендап-вечер сделать. Примерно 24-го приезжают стендаперы. Вот, и мы хотим, чтобы они провели вечер в перспективу. И мы хотим тоже внедрять стендап, делать молодежные вечера, как взрослые люди, чтобы мы сидели и тусовались здесь в неформальной обстановке. Здорово. Вот, много проектов. Будет проект медиакоммуникации. Мы хотим создать молодежный пресс-центр в Ниждекамском муниципальном районе, именно в Ковре, который будет освещать мероприятия и телемные личности. Далее мы хотим создать проектную сессию. Все ребята абсолютно со всеми проектами, которые у них есть, они могут прийти в молодежный центр, отдать свою заявку. Мы их всех проверим. Самые хорошие идеи, которые реальные, которые можно реализовать, мы их берем, обучаем этих ребят. Три месяца отправляем их на республиканские всероссийские форумы и помогаем реализовывать их проекты. Что это за комната? Что за комната? Это... Классная комната. Ты любишь камеры, да? Давайте я просто посижу. Все, давайте. Представьте, что камеры нет, да. Да, да, да. А тут что там? Куала, а тут что? Как тебе ковер? Я ж не знаю, что-то делаю. В смысле? Меня парень сюда пилил. Как тебе вообще ковер? Вообще шикарно. Ты будешь сюда приходить? Ну, если будет возможность, то я приду, да. Я хочу быть опять у вас там, вот там, в видео, в этом привет. Нет. Дисговоры пока не снимаются. Пока холодно, типа, и мне просто лень. Давай танцы, это шоу танцы. Ты меня посадишь на того. А как же вот это? Кто моего там возраста, вы знаете, что здесь было? А теперь посмотрите, какое крутое место здесь для них создали. Молодежь любит нас в Нечиканске. В 21 год я праздновал здесь день рождения. Я собрал 50 или 60 человек. Мы здесь просто дико угорали. Это просто было незабываемо. Я вот помню, что это было очень весело на самом деле. Выступление было, друг и тоже. Вообще очень много подарков мне подарили. Окей, давай, вот дальше дошнем. Это фиаско, братан, отлично. Подожди, по очереди. Оставить пока отраслевого Христа в последней вести. Хайф, отлично. Сделай что-нибудь крутое. Я продолжу. Е-бой. Е-бой. Вот есть такая, да, есть такая фраза. Отлично. Подождите. Отойдите. Тишина в зале. Еще одна стенка. Давай. Давай. Братан, братан. Я хочу. Чтоб ты ломал меня. Беспешно. Беспешно. Надо было сказать, чтоб ты ломал меня полностью. Так, понимаешь. Рофл. Рофл. Да. Честно сказать, я не знаю, какое название останется, какое выберут, да. Но самое главное, чтобы мы сделали, задача выполнена. Во втором. Пошумим. Пошумим тоже. Там же, ну, как бы, ну, понятно. Вот справа интересно. Ковернем немножко. А ковер, это вообще вот что сейчас? Какие комнаты здесь есть? Вот это самое интересное. Вообще, ковер, он идет как от коворкинга. Как от рабочего пространства. Получается, в течение дня, наверное, часов до шести, это будет как рабочее пространство проходить в форме антикафе. Только у нас стоимость был лояльный 50 копеек в минуту вообще. Это что, просто прийти в диплом, сделать еще что-то, там, реферат напечатать. У нас будут моноблоки стоят, где вы можете заходить в интернет быстро-быстро-быстро. У нас есть инфу, где вы можете это все копировать, распечатать, отсканировать и так далее. У нас есть четыре комнаты для молодежных организаций. И один большой холл, где вот масса выступлений сейчас, жарят ли это группы. И две комнаты, которые предназначены, первая комната, предназначена для... Это свободная комната, она предназначена для всяких игр, развлечений, просмотров фильмов. Следующая комната – кафе-зал, где идут мозговые штурмы, брейнштурмы, встречи с руководителем молодежных организаций, беседы. Может, кто-то с другой захочет к нам засесть сюда. Вот, а так мы хотим здесь на базе ковра развивать киберспорт, потому что наши хорошие друзья – это федерация эксплуатации киберспорта. Мы здесь будем проводить этапы, получается, Mortal Kombat, мне нравится, я сам буду играть, и FIFA. Здесь я немножко слабоват. Кстати, если вы что-то придумаете новое, действительно, что там человек 100-150 будет играть, мы с радостью примем, реализуем и получите бонус от нас. Это карточка постоянного клиента. Субтитры создавал DimaTorzok Ребят, я сам молодой, я сам вырос в Нижнекамске, до 20 лет жил в Нижнекамске, потом переехал в Казань. Переехал в Казань, потому что я понял, что в Нижнекамске нету перспективы. Вот, я воспитался в Казани как успешный человек, как работник, как профессионал. И в один прекрасный день, ну, не в один прекрасный день, а в один прекрасный момент, несколько лет подряд я начал приезжать сюда обратно, очень часто. И каждый раз, когда я приезжал, я увидел, что Нижнекамск преображается. За это огромная благодарность и слава на голове, потому что, действительно, вы уже заметили, как у нас парки развиваются и другие пространства хорошие, культурные. И когда я понял, что у нас имеются большие проблемы работать с молодежью, и тот опыт, который я получил за последний год, я понял, что в Нижнекамске полезен. К тому же открывается новый центр сердца молодежной политики в Нижнекамском районе. Большие возможности. Я всегда знал, что молодежь Нижнекамска, она одна из самых потенциальных. Вот даже если посмотреть в другие города, то наши нижнекамцы занимают одни из хороших должностей. Поэтому я приехал в Нижнекамск, чтобы работать вместе с вами, развиваться, потому что у меня есть определенный запас знаний в плане молодежки. Но на вашем слуге, к сожалению, я не болтаю. Поэтому учиться я буду от вас. Я вас научу, а вы меня научите. Я вас жду здесь. Команда у меня активная, молодая, поэтому мы будем с вами, будем вам рады с вами работать с этим. Скажи «Эшкере». «Эшкере». Все круто, спасибо. Ковер – очень крутое место. Развития и успехов могу пожелать. И надеюсь, что молодежь начнет развиваться и делать что-то интересное для города вот в этом замечательном месте.